Приветствую вас, дорогие мои друзья и подписчики. Ну, помните, что Василий Ломаченко сказал, что намерен остаться в 135 фунтах. Но все не так однозначно. Адис Климас, менеджер легковеса Василия Ломаченко, допускает, что украинский боксер может вернуться во второй полулегкий вес. То есть до 59 килограммов, грубо говоря, да, Климас сказал. Есть вероятность, что мы вернемся в 130 фунтов. Ситуация зависит от обстоятельств. Если мы сможем организовать хороший бой в 135 фунтах, тогда Лома предпочтет остаться. Если же нет, тогда мы уйдем. В 130 фунтах, как и в 135, есть хорошие имена, сказал Климас. Ну, напомним, что в период с 2016 по 2017 годы Ломаченко владел поясом ВБО во втором полулегком весе. Но после боя с Гильямо Ригондо поднялся в легкий вес. А вот бывший чемпион мира в полулегком весе Шакур Стивенсон решительно настроен провести бой против украинского боксера Василия Ломаченко. Стивенсон готов к поединку с украинцем даже во втором полулегком весе. Он сказал, если Лома перейдет в 130 фунтов, пофиг на пояс. Мы можем устроить бой следующим. Если вы все действительно считаете, что вес был проблемой в бою с Ломаченко с Локасом, а фаны призывают организовать этот поединок, то давайте сделаем это, написал Стивенсон в твиттере. Ну что ж, очень неплохо было бы провести бой Стивенсона против Ломаченко, но я даже не буду пока, скажем, как-то рассказывать, что-то говорить по этому, какие-то свои соображения, потому что нужно все-таки услышать официальную информацию об этом. Ну вот, когда назначат уже точно дату этого боя, когда стороны подпишут контракт, да и что с Василием Ломаченко, когда, ну хотя тот же Эдис Климас рассказал о том, как проходит восстановление украинца после операции на плече. Он говорит, что Лома хорошо восстанавливается, он уже бегает кроссы, понемногу начинает работать в зале, хочет вернуться на ринг как можно скорее. Врач сказал, что к полноценным тренировкам, даже с нагрузками на плечо, отжимания, подтягивания, он сможет приступить в конце января. Ну, очевидно, травма там не такая уж и страшная, раз уже в конце января можно будет отжиматься, подтягиваться и так далее. Посмотрим, в общем. Ну, а вот Теофимо Лопес сказал следующее. Он удивлен тем, что Василий Ломаченко не хочет признавать свое поражение в бою с американцами и винить судей. Теофимо сказал, я знал, что он, вероятно, придумает оправдание из-за травмы или чего-то подобного, или что он, наверное, слишком стар и собирается уйти на пенсию. Был большой переболох перед боем, я знал, что какие реплики они собираются бросать в мою сторону, когда я побью этого парня. Однако то, что Ломаченко недавно выступил с таким заявлением, меня это определенно шокировало. Это меня удивило, но в то же время я имею в виду, чего еще я мог ожидать от парня, который ушел, не сказав, что он сделал не так на пресс-конференции после боя. Он ни перед кем не появлялся. Так что я думаю, что эти утверждения просто показывают, какой он на самом деле человек закончил Лопес. Я все-таки продолжаю настаивать на том, что Василию Ломаченко следует повесить перчатки на гвоздь, уйти просто-напросто из бокса после такого фиаско. Но если он продолжит, я не думаю, что что-то хорошее его ожидает, если он сбросит вес и спустится ниже и проведет бой с Шакуром Стивенсоном. Даже не знаю, пока вот так вот на вскидку, хрен пойми, травмированный, выработанный, старый. Сможет ли он наравне противостоять молодым бойцам, молодым проспектам, набирающим обороты, это неизвестно. Что касается этого высказывания Лопеса, ну да, он сказал, какой он на самом деле человек. Ломаченко просто обиженная принцесска. Как я считаю, Бубарум увидел, что это двукратный олимпийский чемпион, популярный на постсоветском пространстве, и он решил сделать из него такую примадонну, принцесску. Вложил огромные деньги в его раскрутку. Ломаченко очень сильно раскрутили. Вот эти все знаете заявления, что там надо зверями, синопланетянами, вот эта вся фигня. И дело в том, что процентов от 80, процентов 80-90 людей очень, скажем, внушаемые, и повелись на это все, и поверили, что Василий Ломаченко очень крутой боец. Хотя мы знаем, что другой, двукратный олимпийский чемпион, в первом же бою проиграл какому-то посредственному профессионалу, настолько любительский бокс с профессиональным не состыкуется. Об этом еще говорил Виталий Кличко, и до него, что это два разных абсолютно вида спорта, так и есть. И Ломаченко, он так и не вышел со своего любительского вот этого вот, скажем так, стиля. Любителем же он и остался. Сильного удара у него как не было, так и нет. Поэтому его проигрыш был делом времени. Вот когда появился молодой американец Теофима Лопес, более привлекательный с точки зрения менеджмента, то я допустил еще перед боем такую возможность. Я ее назвал шестая причина. Я привел пять причин, почему проиграет Василий Ломаченко Теофиму Лопесу. И потом я забыл и в последнее время добавил шестую причину. Да просто его сольют, потому что он меньше нравится западной публике. А западная публика, она больше бабла у них. Поэтому все это было довольно предсказуемо. Принцеску слили. Может быть на Принцеске еще что-то там попытаются подзаработать. Я не знаю, организуют еще бои с Шакуром Стивенсом или еще с кем-то там. Скормят Принцеску каким-то голодным проспектом. И на том его карьерка закончится. О нем все забудут. Пишите, дорогие друзья, что вы думаете по поводу вот этих всех новостей. Ставьте пальцы вверх. Не забывайте подписываться на наш канал. И всего вам, ребята, самого крутизного в этой жизни. Ты кусок говно. Лайки.